Добрый день, дамы и господа, я рад вас приветствовать в пресс-центре МИЦ «Известия». Здесь пустое, не удивляйтесь, пожалуйста, мы соблюдаем строго все правила, поэтому вся наша аудитория находится онлайн, кроме того, трансляция идет на сайте az.ru на нашем портале. Тема, наверное, самая острая – вакцинация от COVID-19, мифы и реальность. Если бы мы вначале говорили о мифах и реальностях, связанных с коронавирусом, то теперь, слава богу, мы уже говорим про коронавирус. И позвольте про вакцину, не знаю, правда, слава или богу, потому что вопросов действительно очень много. Позвольте представить участников пресс-конференции. Начнем с женщин, мне кажется, так будет правильно. Лейла Сеймуровна, Намазова-Баранова, завкафедрой факультетской педиатрии Института имени Пирогова Минздрава России, руководитель НИИ педиатрии. Добрый день. Позвольте, я буду сокращать чуть-чуть должность, чтобы не тратить на это время. Татьяна Алексеевна Кусаека, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Добрый день. Александр Васильевич Горелов, заместитель директора по научной работе Центрально-научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Добрый день. Михаил Петрович Костинов, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ имени Мечникова. И у нас на связи регионы главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Аркадий Михайлович Амозов. Добрый день, Аркадий Михайлович. И Игорь Михайлович Матылев, заместитель главного врача по медчасти городской больницы номер 33, главный внештатный специалист и клинический фармаколог Минздравы Нижегородской области. Добрый день. Давайте начнем с одного простого вопроса. Все ли из нас шестерых, семерых вакцинированы? Все очень просто. Я успел болеть. А вы тоже? Я тоже болела, но мои близкие, мама, муж, все вакцинированы. Вот те, кто сделал прививки, я прошу вас очень коротко, не с точки зрения врача, специалиста, а по-человечески объяснить, почему вы решились на этот шаг. Давайте с вас начнем. Я думаю, что для меня этот вопрос не стоял, потому что, учитывая даже то, что я медицинский работник, и большую часть своей жизни я проработала педиатром, практическом здравоохранении. Я сторонник вакцинации, я понимаю, насколько важно для того, чтобы мы вместе сделали вакцины и вместе с теми, кто переболели, создали коллективный иммунитет для того, чтобы предупредить действительно распространение инфекции и тяжесть заболевания. Александр Васильевич. Для меня не стоял вопрос сейчас. Я 38 лет работаю врачом-инфекционистом, я видел разные стороны этой медали, и понятно, что ковид это не новая респираторная инфекция, а по сути одна из респираторных инфекций, которая протекает достаточно тяжело. И повторяю, что все стороны я видел, и как только появилась возможность вакцинироваться, я это сделал, потому что альтернативы не вижу. Потому что либо болеть, приобретать естественный иммунитет, и таким образом играть в русскую рулетку. К сожалению, 20% взрослых заболевания требует госпитализация, а у пяти требует реанимационного вмешательства. Поэтому выбор совершенно однозначный, как появилась вакцина, я в первых рядах пошел вакцинироваться. Михаил Петрович, что двигало вами? Ну, для меня, то, что я болел, значит, здесь очень повезло, что я выжил, но зато я, когда читаю лекции, обращаю внимание на ту симптоматику, которую без анализов, с первых дней ты можешь ставить диагноз и грамотно лечить. Вот это я прошел, все-все-все полагается, все этапы, и, конечно, она не завершилась, хотя это было в ноябре, в начале, все равно остатки чувствуются до сегодняшнего дня. Именно то, что сейчас в мире обсуждается, те изменения в нервную систему, которые сохраняются. Это очень длительный процесс, зависит от тяжести. Поэтому здесь, когда думаешь, что будет дальше с человеком, что будет после вакцинации и что будет после болезни. Вот это когда свесишь, конечно, сейчас, несмотря что отсутствует много еще данных, уже выбираешь, что вакцинация является самой перспективной, самой доказанной методом профилактики. Аркадий Михайлович. Да, добрый день, коллеги. Но для меня тоже, как говорится, не было даже и намека, надо или не надо. Привился в первых рядах. Как человек я очень позитивно отношусь вообще к любой вакцинации. А если говорить о ковиде, раз в неделю делаю обход в красной зоне, то, что там я увидел, даже вопросов не возникло в необходимости этой вакцинации. И весь наш коллектив, нашего центра тоже в первых рядах появился более 80%. 18% это те, кто либо переболел, либо у них есть противопоказания. Игорь Михайлович, что двигало вами? Связь. Игорь Михайлович, еще раз. Вы меня слышите? Да, вот теперь слышим. Вы знаете, как любой доктор, я всегда рассчитываю на то, что болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Ну и во-вторых, есть очень наглядная картина того, как тяжело болеют пациенты. Некоторые коллеги, причем некоторые из них, к сожалению, умирают, поэтому нужно сделать все, чтобы не было мучительно больно, когда наша страна предлагает вакцину, и я полностью уверен в ее качестве, и поэтому фактически одним из первых пошел на вакцинацию. Спасибо большое. Я объясню, что двигало мной. Если коротко, страх. Вот обычный человеческий страх перед этой болезнью. Но, судя по тому, что я наблюдаю и в социальных сетях, и в личных разговорах, и даже в сообщениях информационных агентств, страх оказывается самым главным ступором на пути к вакцинации. Один из главных мифов, который касается любой вакцины, созданной не только в нашей стране, но и за рубежом, слишком быстро. Вот кто опровергнет этот миф? Я могу опровергнуть этот миф не слишком быстро, а в соответствии с велением времени. На самом деле, прототипы этих инновационных вакцин были. Принято к векторной вакцине был прототипом вакцины от Эбола. Живые и ослабленные вакцины Чумаковского центра производятся этим центром не один день. По аналогичной технологии выпускается вакцина от полиомелита, от желтой лихорадки, от клещевого энцефалита. И повторяю, что в настоящий момент молекулярная биология шагнула так далеко, что можно создать любой препарат с заданными свойствами. И применительно к пептидной вакцине Эпиваккорона, которая полностью синтетическая и вирус не содержится в ней вовсе, содержит три фрагмента кшип-белку, который как раз отвечает за выработку иммунитета. Напомню, что полный геном вируса был размещен впервые в Джинбанке 10 января прошлого года. И к настоящему моменту в Российской Федерации только минимум полторы тысячи полных секвенсов вируса присутствуют. Поэтому каждый участок вируса, за что он отвечает, хорошо известен. И ученые создали прототипы этих вакцин. То есть скорость не должна пугать? Скорость абсолютно не должна пугать. А второй ключевой вопрос, который также нередко обрастает мифом, это быстрота регистрации. На самом деле Россия придерживалась международного протокола и на йод от него не отошла. Потому что речь идет исключительно о здоровых людях, которым будет вводиться вакцина. Если существует врачебное понятие, что некоторые препараты могут вводиться по жизненным показаниям, применительно к вакцинам, такие допуски недопустимы в мире. И поэтому безопасность и эффективность были ключевыми движущими моментами, которые обусловили регистрацию в такие сроки. Я хотела дополнить действительно Александра Васильевича в том моменте, что эти условия были созданы благодаря изменению той нормативно-правовой документации, которая существовала на тот момент Российской Федерации. Именно это взаимодействие законодательно-исполнительной власти позволило проводить параллельно исследования. И действительно это было тем моментом, которое ускорило регистрацию вакцины. И это очень важный момент. Поэтому действительно эффективность, безопасность и качество здесь были первичны. Но для того, чтобы изменить нормативно-правовые акты, для этого были предприняты все для этого меры. Спасибо. Я хотела бы продолжить. Мысль немножко в другом аспекте. Дело в том, что в 20-м и 21-м веке пандемии, с которыми я сталкивалась человечество, в основном касались гриппа. И несмотря на то, что хорошо известна вакцина против гриппа, мы все знаем, что даже в 21-м веке нас накрывало несколько пандемий. И все страны были готовы к тому, что при вхождении очередного нового пандемического процесса, мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро внедрить пандемическую вакцину от гриппа, которая, естественно, уже не будет проходить столь длительный период предварительных клинических исследований, как это бывает с новыми вакцинами. Почему? Потому что берутся, как уже говорили коллеги, платформы давно известные и просто насыщаются новым антигеном. Конечно, это все требует дополнительных наблюдений, но оперативно не отреагировав на новый вызов инфекционный, мы просто не сможем защитить человечество от новых инфекционных угроз. Напомню, что 100 лет назад от испанки 25 миллионов как минимум умерло. Там даже до 100 миллионов. Да, как минимум. Это то, что никем не оспаривается. Возможно, и больше. И повторить это еще раз, конечно, человечество не хочет. Поэтому, безусловно, вот этот оперативное реагирование, процесс оперативного реагирования на новый инфекционный вызов, он был уже, ну как бы, предварительно подготовлен всем предшествующим временем. Да, я добавлю, понятно, что уровень науки, медицинской науки, исследований, раскрытия фундаментальных, следом прикладных, не сравнить, что было 50 лет назад и что на сегодняшний день. Поэтому моделирование очень быстро можно делать. Могут песню составлять, допустим, тоже по компьютеру. Почему не можно делать такие же методики в медицине? Это одно. И второе, конечно, надо не путать всегда. Есть вакцины, которые плановые, не пандемические, которые, может быть, и 5, и 10 лет, и 15, как до сегодняшнего, многие вакцины. А есть пандемические. Здесь уже выбирается, поэтому скорость, это такая стратегия принята во всех сторонах мира. Поэтому идет и в сокращении фазы первой, второй фазы исследований. Даже когда заканчивается вторая фаза, уже думай, третьей фазе, потому что именно идет. И как раз идет набор, берет целевые группы, конечно, будем остановиться. Кому важно? Мы видели, что пандемия больше страдает взрослые. Вот взятая группа, это взрослые. Если было дети, то я думаю, что сразу при второй фазе начали бы и дети заниматься. Поэтому здесь взята целевая группа и взяты сроки короткие и быстрые для того, чтобы доказать, что ее эффективность и безопасность. Я хотел бы обратиться к нашим коллегам из регионов. Насколько страх в ваших регионах является тормозом для процесса вакцинации населения? Кто из вас готов первым ответить? Аркадий Михайлович, давайте с вас. Насколько часто вы сталкиваетесь с предубеждением? Слушайте, вот по нашим наблюдениям, а у нас в день, только в нашем центре прививается порядка 140 человек. И среди них есть сомневающиеся, безусловно. Люди, которые прочитали средства массовой информации, ну, желтую прессу, так мы ее назовем. У них есть сомнения, но при общении с врачом эти все сомнения исчезают. И даже больше возникают сомнения не в плоскости, почему так быстро вакцину сделали, а безопасно ли это. И когда врач-инфекционист, мы специально посадили в прививочный кабинет именно врачей-инфекционистов, когда врач-инфекционист разъясняет все показания, противопоказания, что человеку ждать, то сомнения отпадают. И та категория людей, которая у нас отказалась от прививки, как правило, отказ всего скорее не с их стороны, а с нашей, если у них есть противопоказания к проведению прививок. Но это не более, по нашим подсчетам, не более 5% от того контингента, который мы прививали. Любопытно, портрет человека, который готов делать вакцинацию. Возраст, пол, социальное положение. Кто в основном обращается сейчас? Сейчас активно обращаются люди где-то 35 лет, вот такая первая 35-38 лет. Они очень активно идут, это люди с активной жизненной позиции, которые в силу своей работы хотели бы передвигаться и чувствовать себя защищенными. И, конечно, даже, может быть, к нашей радости, это категория 60+. Но здесь инициаторами, мы их опрашивали, было интересно, инициаторами выступают их родственники, то есть дети приходят и говорят, мы хотим привить наших родителей, мы за них беспокоимся. И, конечно, родители тоже с удовольствием прививаются. Игорь Михайлович, в Нижегородской области такая же ситуация? В Нижегородской области она же ничем отличается от Российской Федерации, поэтому также есть категории пациентов, которые просто боятся делать вакцину. Причем, когда человек приходит в прививочный кабинет, он для себя решение принял, и практически нет тех людей, которые отказываются от прививки, придя уже на эту процедуру. Важно просвещение, просветительскую работу проводить именно до медицинской организации. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы предложить проводить именно активную, я бы сказал, навязчивую популяризацию вакцинации среди населения. Это и социальная реклайма, это и ролики на радио, на телевидении, в сети интернет, в социальных сетях. При этом желательно выпустить, например, мультипликационные ролики с наукообразным объяснением механизмов действия вакцины, осложнениях коронавирусной инфекции, предупреждения развития этих осложнений путем вакцинации, отличия имеющихся отечественных вакцин друг от друга, а также зарубежных вакцин. Также, наверное, необходимо провести разъяснительную работу о том, как вообще разрабатываются лекарства в принципе. А то очень часто аргументом у отказывающихся от прививки пациентов выступает фраза о том, что вакцина не прошла третью фазу испытаний. Какие-то вот, как мантру говорят и повторяют. При этом на вопрос о том, а что вы вообще знаете о фазах клинических исследований, ничего разумительного в ответ мы не слышим. Вот можно привести очень простую аналогию с лекарственными препаратами для лечения орфанных или сиротских, то есть редких заболеваний. Для этих целей фармкомпания вообще создают очень много финансовых преференций для разработки этих препаратов, поскольку рынок сбыта для них будет очень малым. И более того, некоторые из этих лекарств также регистрируются, так и не пройдя полноценный цикл клинических исследований просто потому, что нет достаточного количества пациентов с таким заболеванием. Поэтому я согласен с коллегой, который говорит, что в данном случае пандемическая вакцинация проводится в данном пожизненном показании. И как в случае с орфанными заболеваниями, в случае создания лекарственных препаратов, когда подразумевается их эффективность подобных препаратов, они начинаются применяться в клинической практике с дальнейшим постепенным сбором информации о нежелательных лекарственных реакциях и тому подобное. И при этом никого не смущает вопрос о том, что полноценных в классическом варианте этого термина клинических исследований тоже не было. А при этом пациенты или их родственники или родители всеми способами пытаются заполучить подобное лечение даже за очень большие деньги. Спасибо. В связи... Возражайте. Возражайте. На самом деле третья фаза клинических испытаний завершена. Она была достаточно масштабная. 30 тысяч получили лекарственные препараты, а 10 тысяч – плацебо. Но по международному протоколу открытие третьей фазы, возможно, не ранее мая этого года. Мы с вами как раз до пресс-конференции обсуждали, и я вдруг... Вы мне прекрасно объяснили, почему именно такой срок. Вторая фаза опубликована. Вторая фаза опубликована. Строки устанавливает не Российская Федерация, а это международные строки регламентированы. Набор закончен. И начиная уже массовая вакцинация, которая 18 января стартовала в Российской Федерации, от вакцинации определенных групп, от 18 до 60, мы помним, в настоящий момент, рекомендована массовая вакцинация препарата, потому что, повторяю, что если бы были негативные реакции, значимые негативные реакции, они фиксируются абсолютно точно, так же, как и на лекарственные препараты. Еще один... Да. Мне бы хотелось еще, наверное, добавить вот к комментарию коллеги из Нижнего Новгорода. Следующее. На самом деле есть огромное количество информационных материалов и не наукообразных, а научных, например, размещенных нами педиатрами на любых социальных площадках, сайтах, социальных сетях и так далее, касающихся вакцинации вообще, вакцинации в связи с COVID-19 и так далее. Но что я хотела бы подчеркнуть? Очень важно, чтобы каждый из нас медиков сомневающимся давал аргументированный ответ. Вы же в момент, когда вам задает пациент вопрос, не скажете, пойдите, посмотрите ролик, или там пойдите, включите свой компьютер и на сайте там в таком-то разделе что-то увидите. Вы должны тут же немедленно, аргументированно ответить на его вопросы. И тогда сомневающиеся, которые всегда есть в нашем обществе, это нормально. У нас примерно 70% однозначно за вакцинацию, примерно 25-28% сомневаются либо в силу невысокой информированности, либо в силу чрезвычайно высокой информированности. Это те, кто без конца что-то читает, но не могут прийти никакому заключению. И лишь 2-3-4% истинных противников вакцинации вообще и против новой коронавирусной инфекции в частности. Поэтому очень важно, чтобы все медицинские работники имели достаточный уровень знаний для того, чтобы аргументированно и правильно ответить на любой вопрос. Вот мне кажется, это очень важно понимать. К вопросу информированности я хотел бы вернуться чуть позже. Еще один миф, который существует. Да, прошу, простите, пожалуйста. Я добавлю как раз портрет пациента. Конечно, вот это новое явление, я бы сказал, коллега Давал из Мурманска, что сейчас в задкарантин среди населения, вообще в нашей популяции, появились новые положительные моменты касательно милосердия и как раз беспокойства за своих близких. И именно то, что сейчас говорят, что дети приходят, это новое явление, которое, можно сказать, появилось у нас в популяции в медицине. Раньше такое не было. Все было наоборот. Взрослые боятся за детей и заставляют детей. Сейчас уже дети беспокоятся за своих родителей или других родственников, близких. Я хотела добавить, действительно, продолжая ту тему, которую подняла Лыза Симурина, что, наверное, вот и решение, вакцинироваться ли нет медицинского работника, оно важно для того, чтобы ты сам мог сказать, что ты вакцинирован, и рассказать, что это не страшно, что это важно, что это необходимо. И, наверное, я еще, Аркадий Михайлович, не сказал, я бы добавила, что вот в Мурманской области при начале вакцинации самое большое количество за две недели, да, более 300 человек записалось. Это тоже очень важный момент. Сколько граждан изъявило желание привиться, потому что примеров положительных их очень много, и действительно, это наша задача. Активная социальная компания, пропагандистская компания, тут я не буду стесняться этого слова, потому что в данном случае я действительно выступаю как пропагандист в вакцинации, делаю это абсолютно добровольно и осознанно. Она вредит, она отталкивает, ну, у нашего же народа есть определенные свойства. Если вам что-то навязчиво предлагают, значит, здесь что-то не так. Или все-таки она должна быть? Вот тут я продолжу тему, поднятую Игорем Михайловичем. Насколько активна должна быть эта компания, насколько должна быть агрессивной, в хорошем смысле слова, и так далее? Вообще, эта компания, честно говоря, запоздала. Она давно должна была появиться, потому что, к сожалению, в последние, ну, не побоюсь этого слова, пару десятилетий мы увидели очень негативный тренд именно в нашей стране, когда население почему-то перестало быть уверенным в абсолютной необходимости вакцинации, причем не только для детей, но и для взрослых. И мне кажется, что вот нынешняя ситуация, она как раз во многом облегчает нам вхождение в адекватную вакцинацию взрослых, не только против новой коронавирусной инфекции, но и против пневмокока, гриппа, менингокок и многих других инфекций, которые не менее опасны для взрослых, особенно взрослых определенного возраста или с определенным количеством болезней, просто с болезнями, чем для детей. Поэтому компания, безусловно, должна быть, она должна быть высокоинтенсивной, потому что знания должны транслироваться активно, чтобы население это услышало. Но эти знания, они должны быть очень правильными и адекватными. И ни в коем случае здесь, ну, как бы здесь очень надо быть аккуратным в том, чтобы не предоставить чего-то непроверенного, потому что любой непроверенный факт, он будет потом вывернут наизнанку и использован против этой компании. Поэтому компания активная, конечно же, должна проводиться, она должна быть насыщена интересными примерами. Вот прекрасно коллеги из регионов рассказали о каких-то историях из их региональных, да, опыта регионального. Точно так же есть и у коллег в Москве. Интересные истории, наблюдения, комментарии самих пациентов, которые переболели или которые привились, потому что у них, например, там дома пожилые родители, маленькие дети и так далее. Я тут хотела бы продолжить тему Михаила Петровича. К сожалению, новая коронавирусная инфекция, хоть мы и год живем в новой реальности, до сих пор ученым до конца непонятно. Мы не знаем среднесрочные, особенно долгосрочные эффекты побывавшего в нашем организме вируса. Как педиатр могу сказать, что дети, несмотря на то, что болеют, в общем-то, редко и чаще бессимптомно, тем не менее имеют хвост последствий перенесенной коронавирусной инфекции в виде снижения когнитивных познавательных функций и других долгосрочных каких-то последствий, которые могут в будущем осложнить жизнь и им, и нам, как стране, потому что это потенциал будущего. Поэтому, конечно, вакцинальная кампания должна поддерживаться на всех уровнях. Потом не надо забывать, это же государственная политика. Если кто-то не хочет разделять государственную политику, он, опять же, должен аргументированно обосновать, что именно, например, вызывают у него вопросы, и получить на эти вопросы разъяснения от специалистов. А вот когда каждый, как говорится, не специалист начинает рассуждать о том, о чем у него не очень-то иногда и присутствуют знания, вот здесь, возможно, всякие отталкивающие, как Вы говорите, население выводы. Поэтому, ну, как мне кажется, это правильно. Ну, я бы с чем отметить, что, конечно, эта политика в области профилактики, в настоящее время вакцины, она должна быть постоянная. Уже в России было сделано такие исследования, когда по регионам делали совещание, что нужно вакцинацию. Дальше опрос населения. Да, охват вакцинации нарастет, растет, проходит полгода, и его семейство падает. То есть это не должно быть такое эпизодически. Она должна быть постоянно, как идет программа «Время», так должны быть вот новые данные на сегодняшний день под такой, под такой, под такой. Это акцент. Конечно, у нас культура здоровья нету, а если нет культуры здоровья, ниоткуда взять профилактические мероприятия. Поэтому мы мучимся. Культура здоровья опять карантинский нас научил, что мы должны носить маски. И мы смеялись раньше, когда пару лет назад в аэропорте увидели иностранца, китайцы, там, японцы маска. Вот сейчас, я думаю, культура здоровья появляется у нас. Маски выходят в режим, и наверняка мы много будем уже таскать и будем тоже носить. То есть культура здоровья. А культура откуда складывается? Из информационной политики, которую ведет государство и другие органы власти. Еще одна ремарка, если позволить. С традиционной пандемией мы говорим о негативных сторонах этого социального явления. Но вместе с тем, сидящие здесь ученые должны отметить, что упали научные барьеры, перепринт появляется достаточно быстро. И наши рекомендации относятся к международным. И вот мы не одиноки в борьбе с коронавирусной инфекцией и в плане вакцин-профилактики. Например, к сегодняшнему дню в Израиле 49% населения вакцинированы от этой инфекции. И поэтому какие средства они для этого используют. Но это опять богатейший опыт. Арабские Эмираты и другие страны показывают нам пример, как можно к лету забыть о коронавирусной инфекции, забыть о блокдаунах, забыть о масках тем же, которым многим, может быть, и понравились. Но вместе с тем, повторяю, что буквально через месяц будет получен такое плазнание, которое предстоит анализировать в ближайшее время. Александр Васильевич, тут замечу, что, например, в том же Израиле использует активную политику кнута и пряника. И кнут заключается в тех же самых жестких локдаунах, которые вводятся долговременно, которые по сравнению с нашими, в общем, выглядят куда жестче. Вот в этой связи, Пятя Анна Лисеевна, к вам вопрос. Насколько достаточно тех мер, которые принимаются на законодательном уровне и для пропаганды вакцинации? Может быть, должны быть какие-то дополнительные способы стимулирования населения? Спасибо за вопрос. Действительно, это очень важный вопрос. Я бы хотела только добавить, что действительно Российская Федерация тем, что первая зарегистрировала вакцину, она доказывает это и на международном уровне. Мы вчера слышали из госпрезидента Российской Федерации на того, с комфором Екатерина Владимировича Путина о том, что призыв, что необходимо действительно сотрудничать с международного характера. И тот момент, что уже 14 стран нашу вакцину приняли, зарегистрировали себя и отметить, что первая страна из ЕС, это Венгрия, которая уже будет использовать нашу вакцину. И из уст Кирилла Дмитриева прозвучало, что еще 25 стран, которые нашу вакцину все-таки зарегистрируют. Это очень важно со стороны государства внимания именно к данному вопросу. Что делается? Я уже сказала о том, что действительно своевременно в пандемический период были изменены некоторые нормативно-правовые акты. Мы так долго ждали принятия такого документа, как стратегия развития иммунопрофилактики в Российской Федерации, которая была утверждена в сентябре 2020 года, а уже в декабре утвержден план мероприятий, так называемая дорожная карта, где отражены все те меры, которые должны как раз популяризировать именно профилактическое направление в иммунопрофилактике. Очень важные моменты. Я хочу сказать, что своевременно внесены изменения Минздравом в национальный календарь прививок, который состоит из двух приложений. Это обязательные прививки, но это не значит, как Вы говорите, путем кнута и пряника обязательные, но согласие, информированного согласия и чисто добровольно. И, конечно же, вторая часть по эпид-показаниям. И вот изменения части, где относятся к эпид-показаниям и внесения вакцины от коронавирусной инфекции, где отмечены категории, первая, вторая, третья, кто в первую очередь должен быть привит, тоже один из тех моментов, которые очень важны, с позиции нормативно-правовых документов. Ну, я поддержу, конечно, коллег, которые говорят о том, насколько необходимо пропагандировать, и насколько она должна быть правильной, пропаганда своевременная и постоянная. Это очень важные моменты, на которые мы обращаем внимание. И, конечно же, наверное, из таких моментов я бы отнесла и то, что буквально на той неделе у нас в Совете Федерации на правительственном части выступал министр здравоохранения Михаил Арбертович Мурашко, и по результатам его выступления есть постановление Совета Федерации, где в первых рядах значится именно продолжение модернизирования и совершенствования инфекционной службы в Российской Федерации. Это очень важные моменты, которые помогут в последующем развивать, совершенствовать и строить современную инфекционную службу. И если есть возможность сейчас привлекать врачей-инфекционистов, которых, к сожалению, достаточно мало на прививочную кампанию, очень важный момент. Но полностью согласна с коллегами, что и образовательные стандарты, они должны быть другие, они должны быть пересмотрены, меняться с применением всех тех научных данных, которые сейчас существуют. И та возможность развития науки в настоящее время, она действительно велика. И мы на том пути, когда реализация того либо другого нормативно-правового документа является в некой степени рамочной, и она даст возможность при выявлении какой-то проблемы или каких-то недостаточных мер своевременно внести те изменения, которые необходимы. И вот хотела бы отметить, что та программа, которая сейчас реализуется на территории Российской Федерации, буквально в каждом уголочке, независимо, где это находится, а именно укрепление общественного здоровья, она очень важна, потому что это один из пунктов формирования культуры здоровья и отношения к своему здоровью, не только как самому, а в семье и в обществе. Спасибо большое по поводу того, чего у нас научила пандемия. Слава Богу, что мы хотя бы руки все начали мыть. Я насколько правильно понимаю, что, видимо, и в регионах тоже количество инфекций желудочных и кишечных резко снизилось. Коллеги, если анализировать ситуацию, это вот к опыту прошедших месяцев. Аркадий Михайлович. Да, коллеги, действительно, заболевание как со стороны желудочно-кишечного тракта, мы видим снижение, причем значительное снижение, и к радости на сегодняшний день еще нет ни одного подтвержденного заболевания гриппом. То есть это тоже результат, конечно, всех средств. От гриппа повысилось, правильно я понимаю? Его нет. Пока мы вот в лабораториях не выявлен, вирус гриппа у кого-то есть, у РУВИ, но гриппа пока мы не наблюдаем. А что происходит у вас, Игорь Михайлович? Примерно то же самое, что я сказал и Каги Михайлович, я, однако, цифр точных назвать не могу. Но вот мы видим действительно снижение заболеваемости в этом направлении. Хорошо, к вопросу о хвостах, которые тянутся. Один из еще серьезных мифов, не мифов, не знаю, это неисследованные последствия вакцинации, якобы неизученные, да, отложенные, долгосрочные и так далее. Новая прививка, мы не знаем, что случится через три месяца, вырастут хвосты, уши, появятся чипы и так далее. Вот что делать с этим мифом? Кто первый? Я начну. Да, конечно, дело в том, что миф возникает от чего? От незнания. Чем больше человек не знает, тем он сочиняет. Это одно. И второе, мифы возникают, когда что-то человек фантазер. Вот такие тоже самые. Кто пишет хорошие сказки, то есть здесь надо воображение хорошее. О чем и зависит, если взять отдаленные последствия вакцинации. Конечно, это последствия определяется срочной, то есть немедленной. Это некоторые авторы первой недели, некоторые авторы до месяца считаются. И отдаленные, то, что может быть через полгода, годы и так далее. Из чего складывается это последствие? Во-первых, надо взять вакцин и препарат. Что он состоит? Сравнить вирус, который в организме попадает, дикий вирус, и сравнить саму частицу этого вируса, который вводится в организм. Может она вызывать? Не может вызывать. Вообще принцип создания вакцин, это берется сотня, тысячная доля этого микроба или вируса и вводится в организм. Вот что такое вакцина, принцип создания. И принцип создания такой, что при введении вот этой вакцины, так подбирается технология, что надо вызывать такие изменения в иммунной системе, которые не способны дальнейше вызывать патологический процесс. Есть порог. Если она вызывает патологический порог, значит это не годится. И это исследование делается на доклинические, на животных, где тайно берется, тестируется эта доза. Сколько должен быть? 10 микролитров, 1 микролитр, 1 наночастиц, 2 наночастицы и так далее. То есть это долгий процесс, который вся наука по созданию вакцин, она идет определенные этапы исследования. Это не мы придумали, это есть международный стандарт. Вот это, если доклинические исследования проходят и доказано, что действительно безопасно, идет тогда на людях. Мы не имеем права, это ни одно государство не имеет права против человечества поступать в тот порог, что создать препарат, который будет влиять на дальнейшие органы из человека. Что касается, это первое. Вторая часть, опять идем, вернемся обратно. Есть пандемическая вакцина, которая по жизни показания делает. То есть, допустим, человек встречается, он не знает, он выживет или не выживет. Особенно, который хроник, который старше поколения. Не, конечно, 100%, но он не знает. Тогда ты выбираешь, что из этих двух. Я буду сделать себе вакцину, мне будет температура, будет, допустим, боль мышц, дискомфорт неделю-две. Или я как Бог дал, Бог взял. Понимаете, всегда берется, вот это надо знать, вот это приоритет ставить. И во втором, я всегда говорю, что умный, грамотный врач, который знает болезнь, знает вакцину, он всегда дает, найдет изюминку объяснить пациентам, которые еще сомневаются в вакцинации. Поэтому здесь отдаленные результаты, да никто, мы не знаем, отдаленный результат, тот, который болел, что он будет. Но уже факт есть. На вакцине не то есть, что через полгода человек уже имеется и сознание такое немутное, и головокружение, и усталость. Вы возьмите врачи, мы сейчас занимаемся с врачами, которые переболели, и дальше продолжают работать. Они работают до обеда, после обеда уже все. Они усталость, не владеют. И возьмите то же самое, которое привитые. Что происходит через месяца-два? Что они не могут работать? То есть сейчас уже будет, уже факт есть, который после вакцинации, как ведет себе человек, и факт, как человек, который выжил после болезни, как себя ведет. Вот это если сравнивать, взять одного, который привитого, вот перед камерой, и второй, который болел коронавирусно. И пусть скажет, что ты чувствуешь, ты после вакцинации, и вы после болезни. Вот это было ярко. Болезнь, это проблема, которой сейчас все думают, что будет дальше. Никто не знает исхода до конца. Жизнь покажет еще. Но все предполагают, что ничего хорошее не дает нам этот вирус, когда попадает в организм человека. Все к этому мнению. Любой специалист. Начинается от психолога, кардиолога, гипотолога и так далее. Но мифы о вакцинации живут столько же, сколько существует вакцина. Если мы обратимся к временам, когда Джинер только начал первое проводить оспопрививание, то мы можем увидеть литографии конца 18-го, начала 19-го века, на которых изображены люди, которым этот препарат водили, у которых растут коровьи рога, там появляются еще какие-то части коровьего тела и так далее. Но ведь мы все прекрасно знаем, что животными людей делают не то, что они едят, или вакцины, которые им вводят, а их собственные поступки. Так вот, возвращаясь к вакцинам. Очень часто используют какие-то извращенные факты, совершенно не задумываясь, как это соотносится с остальной жизнью. То есть, предположим, противники вакцинации очень любят обсуждать какие-то микроскопические компоненты в вакцинах, вот говоря о том, что они опасны. При этом, если сравнить, например, тот же компонент с тем, сколько этого вещества содержится в любимых морепродуктах, которые современная молодежь поглощает, может сказать, килограммами, то оказывается, что эта разница в тысячи раз больше в продуктах питания, чем в тех самых вакцинах, которые так активно обсуждаются и так далее. То есть, действительно, многие мифы, они настолько абсурдны и настолько далеки от жизни, что их иногда очень сложна опровергность именно в силу их абсурдности. Понимаете, когда человек не соблюдает ничего из здорового образа жизни, непонятно, как питается, курит, непонятно, что нюхает и так далее, но при этом говорит, что все, что с ним случилось, с его здоровьем, исключительно потому, что он 20 лет назад был привит против коклюши дифтерии столбняка, но тут, понимаете, очень сложно это опровергнуть, это абсурдное высказывание, которое просто, в принципе, абсолютно глупое. И реальная клиническая практика, мы с вирусным инфекцией сталкиваемся не в первый раз, но тот же классический стандартный пример или классическое определение гриппа. Грипп вызывает настолько выраженные стрессовые изменения в организме, что по всем международным протоколам все, что случилось с пациентом в течение двух месяцев после перенесенного гриппа является гриппом как таковым. Неважно, инсульт, инфаркт, обострение хронических заболеваний, старт сахарного диабета, так что нередко вирусное заболевание, перенесенное даже в легкой форме, нарушает тот баланс, который здоровье или не здоровье, который существовал до этого момента. И повторяю, что вот такие стрессовые ситуации, а вирусы способны вызывать серьезные стрессы и серьезно подрывать здоровье, казалось бы, на первый взгляд, лиц даже с атлетическим здоровьем говорят о том, что сравнивая за и против, наверное, все-таки естественное течение любой инфекции менее предпочтительно по сравнению с инфекционными заболеваниями. И мы прекрасно знаем еще другие моменты. Я всегда говорю, родину любят все, но умирает за родину поодиночке. И у кого-то ветряная узка протекает крайне тяжело. Если мы приедем, например, в крупнейший центр Санкт-Петербургской НИИ детки инфекции и посмотрим, какое число в отделении реанимации находится по поводу ветряночного энцефалита, кривого энцефалита, красноушного энцефалита, картинка меняется диаметрально противоположно. Повторяю, что у соседа и у одного из детей была легкая форма, ребенок летал как Карсон с пропеллером, у других ситуация абсолютно меняется. И у нас разная генетическая предрасположенность, разная вирулентность вируса может попадать. И понятно, что нежелательно испытывать судьбу, когда есть доказанные эффективные средства профилактики инфекционных заболеваний. Напомню нашей аудитории, что ЛОСПО, по-моему, стало первым в мире заболеванием, которое удалось полностью ликвидировать при помощи вакцинации. Но в ситуации с коронавирусом возникает несколько другой поворот появления новых штаммов. И еще один миф – это неспособность вакцин противостоять новым штаммам. Вот здесь пугаться абсолютно не следует. Я напомню, что геномом коронавируса – это 30 тысяч последовательностей. В настоящий момент самая частая мутация, которая отмечается, это всего лишь 12 нарушений последовательностей. 24, 18 последовательностей – это тысячная доля процента. Мы должны говорить о другом, о революционном прорыве. Создана матрица для вакцины, состав которой может меняться. Но всем достаточный пример сгриппозной вакцины. Состав ее меняется, он регламентируется Всемирной организацией здравоохранения в зависимости от тех превалирующих штаммов, которые, например, превалируют в Северном или в Южном полушарии, когда сезонные заболевания сменяют друг друга. Второй не менее важный момент. Ученые создали матрицу вакцины, которая может меняться. Внедрение производственных циклов и масштабирование производства и этого всего мы достигли в настоящий момент. Почему ряд стран испытывают сейчас дефицит вакцин? Масштабирования производства не хватает. Производственных мощностей, именно имея аналогию с гриппом, в настоящий момент у нас есть ответ на все эти три вопроса. Хотела бы добавить, дело в том, что в нынешней ситуации появляющиеся новые мутации, которые пока еще перекрываются существующими вакцинами, по крайней мере теми, которые уже применяются. Но дальнейшее развитие событий, скорее всего, будет следующим. Если будут появляться те мутации, которые потребуют некого изменения в вакцине, вакцина будет изменена. И на следующий сезон предложена новая версия вакцины уже для измененных вот этими мутациями новых вирусов, ну разновидностей вируса. Но тут вот я хотела бы вернуться к тому, что эта логика, она сегодня понятна, потому что все напуганы, все понимают, как тяжело протекает болезнь, сколько было у каждого уже, к сожалению, в ближайшем окружении тех, кого нету сегодня по причине перенесенной этой и закончившейся летальным исходом новой коронавирусной инфекции. Но возвращаясь к гриппу, интересным является тот факт, что грипп, который невероятно эффективно мы научились контролировать, и наша страна в этом смысле добилась потрясающих результатов, которые вызывают у остальной части мира зависть и уважение, потому что привив в прошлом году больше половины своих жителей, мы фактически победили эту инфекцию. И вот как говорят коллеги, ведь почему мы не видим вируса гриппа, не только потому что мы стали мыть руки не только перед едой или после гуляния, но и вообще в течение дня по много раз. В том числе грипп убежден, потому что огромный процент населения привит, а ведь немногие страны могут этим похвастаться. Так вот, возвращаясь к гриппу, почему-то очень был распространен аргумент, что от гриппа не надо прививаться каждый год, что за глупости каждый год прививаться от одной и той же инфекции. Когда мы объясняли, что мы по сути каждый год, ну или в тот момент, когда изменяется состав вакцины, прививаемся от новой разновидности, он как-то не очень у населения пока в головах укладывался. Вот мне кажется, что ситуация с коронавирусной инфекцией, с COVID-19 позволит и в этом направлении добиться лучшего понимания людьми, необходимости следовать за новыми прививками, потому что они полностью соответствуют существующим на сегодняшний день вирусным инфекциям. Да, если добавлю, что, конечно, сейчас возникают вопросы, защитой этой вакцины или нет. Надо напомнить или знать, что вакцина будет помогать, пока появится новая разновидность вируса. Будет SARS-CoV-3. То, что это мутагенные свойства, они будут еще долго. Для того, чтобы возникал новый вирус, новое строение, которое обычно, может быть, как новая пандемия, должно пройти хотя бы от 5 до 10% полностью. Понимаете, что такое? Вот вспомните, что был SARS-CoV-1. Это был в 2000-м, по-моему, в 2-м году. Второй, знаешь, на 12% понятно. Дальше возник МЕРС, потом, через каком-то 12-м году. И сейчас, насколько отличай, сколько времени нужно для этого. Дальше. Даже если он будет через год меняться, все равно тот, который привит, его защищает. Это не меняется на 100%. Конечно, ты не будешь... Я думаю, что мое мнение, что человек, который прививался этим вирусом, то есть против этого вируса, через года-два будет другой вирус. Дальше он может заболеть, но не будет летания схода, потому что человечество уже не стерильное. Мы сейчас уже и инфекция дают нам иммунитет, и вакцина. То есть уже мы встречались с этим патогеном, с этим вирусом. При повторном остается определенная память, как иммунологическая память, которая нам помогает в выживании. Это одно. И второе. Почему это важно отметить, что Россия – одно из первых стран, в мире, которые и заболеваемость, и карантин убирают? Почему? Да потому что начатаяся вакцинация от гриппа. Вот сейчас выделяются разные теории и гипотезы. Почему меньше? Я вам скажу мое мнение. Первое – то, что Россия больше всего процента вакцинирует против гриппа. А вакцину от гриппа мы используем, в отличие от других стран, они называются одевантные вакцины. Эти одевантные вакцины стимулируют клеточные механизмы, которые никто не знает. А вирус гриппа, а вирус коронавирус – у нас относится РНК из одного класса. И что получается? Когда попадает, вот мы тогда раздражали иммунную систему, когда попадает коронавирус, он вспоминает. О, у нас был аналогичный, и он быстро начинает активизироваться. Это одно. И второе – ни одна страна в мире не дает бесплатное лекарство тем, которые лечатся дома. А Россия – самая богатая страна в мире, которая имеет такие иммунотропные препараты, которые косвенно, временно, могут помочь в борьбе с этой инфекцией. Вот два такие важные, которые отличаются, потому что эпидемиологические мероприятия в других странах, в других государствах. А вот это то, что нас отделяет. И может быть, это особенно, что у нас меньше получается летальность, заболеваемость. И чтобы успокоить с мутациями, я должен абсолютно ответственно сказать, что это естественная эволюция вирусов. И 111 лабораторий на территории Российской Федерации осуществляет выборочный надзор за циркуляцией вирусов. И поэтому появление какой-то необычной эпидемиологической ситуации или вспышки привлекает внимание. В этой ситуации проводится полное геномное секвенирование. И большинство из нас не обратили внимания на тот факт, что, например, у нас в конце прошлого года была сибирская мутация, но мы не придаем такое значение. Повторяю, что она, по сути, геном вируса не меняет. Это даже не 1%. Я хотела добавить, что действительно это благо для наших граждан, что вакцинация идет бесплатно. Потому что на настоящий момент, как уже говорила, не каждая страна может себе позволить действительно вакцинировать своих граждан для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Поэтому многие желающие привиться нашей вакциной и желающие купить, они должны понимать, что первично эта вакцинация бесплатна. И это доступность, это важный момент. В этой связи я хочу отдать слово коллегам, которые присылают вопросы в наш чат, в пресс-центре МИЦИЗВЕСТИЯ. Вопрос немецкой телекомпании CDF. Я думаю, Татьяна Алексеевна, он в первую очередь к вам. Как вы оцениваете шансы российской вакцины быть зарегистрированной в странах Западной Европы? Я оцениваю высоко их, и мы это, думаю, скоро услышим. Есть поддержка Всемирных организаций здравоохранения. И ООН поданы документы. 22 января, насколько я помню, должны были начать движение все эти процедуры. И у нас шанс, я думаю, все-таки великий. Мы будем держать кулачки все, чтобы наша вакцина была признана во всем мире. В этой связи вопрос еще один. Насколько вот эта война вакцин, пресловутая, появился этот термин, вообще в принципе влияет на сам процесс вакцинации и защиты населения? Дело в том, что сейчас Всемирная организация здравоохранения очень озабочена как раз соблюдением гуманитарных принципов. О чем здесь идет речь? О том, чтобы все жители Земли, независимо от того, в какой стране, с каким уровнем экономического развития они проживают, имели доступ к современным вакцинам. И если до сегодняшнего дня мы видели очень много политики в этом вопросе, когда, в частности, против российских вакцин в основном выступали именно представители бизнеса, понятно, что это конкуренция и, так сказать, обсуждались только эти аспекты. Но с гуманитарных позиций, конечно, очень важно, чтобы Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала действительно эффективные и безопасные препараты для того, чтобы была возможность у других стран точно так же получить возможность защищать своих граждан. И второе, о чем я хотела бы сказать, этот вопрос, который часто задают мне как педиатру, а что с вакцинацией детей? Дело в том, что... Вы меня опередили. Ну, я, наверное, практически прочитала вопрос из вашего чата мысленно. Дело в том, что действительно на сегодняшний день уже понятно, что новая коронавирусная инфекция почти не поражает детей до 10-12 лет. В основном это речь идет, все-таки, если болеют подростки или дети с какой-то очень тяжелой хронической патологией, неконтролируемой терапией. Соответственно, и контактов между собой, и получает больше всего этот вирус как раз именно подростки, ведущие активный образ жизни. И, безусловно, в будущем, вероятно, встанет вопрос о том, чтобы провести вакцинацию и этой категории граждан. Как обычно идет процесс клинических исследований, если речь идет о новом лекарственном препарате? С 2007 года в большинстве развитых стран принято законодательство, что любой появляющийся на рынке лекарственный препарат должен одновременно проходить клинические исследования с участием взрослых и детей. Почему? Чтобы и дети имели одновременный доступ к лучшим разработкам человечества, со взрослыми. Соответственно, с этим принципом во многих странах, в США, в Евросоюзе, в Японии, если речь идет о разработке новых лекарств, а в данном случае о новых вакцинах против коронавирусной инфекции, такие исследования также были запланированы и даже уже частично выполняются. Речь идет, конечно, о включении, прежде всего, детей от 12 до 18 лет, следующим этапом от 6 до 12, но это уже чуть более отсроченной перспективе. Почему? Не потому, что детей надо в первую очередь вакцинировать на сегодняшний день, а потому, что нужно быть уверенным в том, что мы обладаем соответствующими научными исследованиями, данными научных исследований, чтобы принять решение о том, что эффективность и безопасность вакцины перевешивает возможный риск, особенно долгосрочных последствий для здоровья, для, например, подростков. И тогда решение о вакцинации подростков будет, естественно, принято. Владислав Симур, я добавлю маленькую ремарку. Вот мы провели в Роспотребнадзоре анализ ситуации в Российской Федерации. В 2-3 случаях дети инфицируются от взрослых. Это доказанный научный факт в мире. Это вот как раз один еще из научных аргументов, что иммунизируя взрослых, мы сдаем коллективный иммунитет, и дети будут реже встречаться с коронавирусом. Сейчас, может, договорю? Это как раз то, что больше всего обсуждалось в течение весеннего и летнего периода, все-таки закрывать, не закрывать школы, кто кого заражает. Потому что вот эта вот чаша весов, она все время склонялась то в сторону одной идеи, то в сторону другой. То есть изначально было решено, ну, то есть, собственно, научные данные свидетельствовали о том, что действительно взрослые заражают детей, а не наоборот. Потом как-то стали появляться какие-то публикации о том, что вот, ну, а все-таки, а вдруг вот эти маленькие дети заразят своего бабушку или дедушку, кого-то взрослого из окружения, особенно серьезного возраста, и тогда вот давайте все-таки об этом тоже думать, о вакцинации детей. Но последующие научные исследования все-таки расставили все точки над «и». Действительно, если мы говорим о детях школьного возраста, то это прежде всего подростки, те, которые посещают другие людные места и заражаются от взрослых вокруг. Дети в семьях заболевают в последнюю очередь. То есть, как правило, кто-то из взрослых заболевает. Дети могут ходить либо бессимптомно, либо заболевать после них, заражаясь от взрослых. Вопрос от информационного агентства «Гарант». В анкете пациента перед вакцинацией есть вопрос. Вы беременны или планируете забеременеть в ближайшее время? Уточните, что значит «ближайшее время», почему не указан конкретный период. Очевидно, это является принципиальным для молодых людей. Насколько я понимаю, вчера было уточнение, что не рекомендуется в течение трех месяцев, по-моему, после вакцинации планировать беременность. Можно я отвечу? Дело в том, что на любую вакцинацию никто не рекомендует во время беременности делать, особенно первый триместр. Есть вакцины как раз и грипп, и коклюш. Грипп начнется со второго триместра. Если нужно, можно делать вакцину. И первый триместр опять зависит, будет пациент тяжелый. Поэтому делать забавление, но пока новая – это вирусная вакцина. А все вирусные вакцины очень осторожно с ними. И рекомендую, что после вируса вакцин примерно через три месяца. Что касательно здесь, то же самое остается в такие рекомендации. Но есть одно «но», что бывает, что первый раз беременеть женщина, возраст, можно сказать, 33 с чем-то. Здесь даже если, в моем мнении, который по жизни, что даже если она была привитая, дальше прошел месяц-полтора после беременности, после вакцинации, и она забеременела, не надо прервать беременность никогда. Потому что теоретически сохраняется возможность тератогенного действия. Но практически еще никто не доказал. И при коре, и при краснухе, и ветрянке делали вакцину через две недели беременность. И никто не рекомендует прервать беременность, потому что тератогенные действия никто еще не доказал на планете. Но рекомендации не рекомендуются. Но вместе с тем, мы прекрасно знаем, что дети и беременные – самая охраняемая категория в любом государстве. И для беременных, так же, как для детей, требуется проведение по соответствующему протоколу для заказания эффективности и безопасности вакцины у этой категории населения. Поэтому делаются такие уточнения обязательно. Я тоже хотела бы продолжить эту мысль. Действительно, если бы мы сразу думали о вакцинации беременных, мы должны были как одну из групп в клиническом исследовании организовать именно этот контингент, дождаться как минимум год наблюдения, случилась, не случилась беременность, как она закончилась, родился ли здоровый ребенок, чтобы сделать какие-то долгоиграющие выводы о том, как эта вакцинация может отразиться на беременность. Но, с учетом того, что сказал Михаил Петрович, действительно, сегодня беременные должны прививаться от гриппа и, например, к клюши, потому что, если они этого не сделают, то их младенцы, появляясь на свет, настолько уязвимы для этих тяжелых инфекций, то, заболев ими в первые месяцы жизни, они, скорее всего, погибнут или останутся очень тяжелыми инвалидами. Поэтому сегодня крен в вакцинацию беременных в мире уже есть. Но, поскольку у нас не накопилось достаточных данных от случайных каких-то эпизодов, ведь, например, папиллома вирусной инфекции, которую мы против нее прививаем с шестого года, безусловно, в мире уже накопилась целая большая группа женщин, которые пришли на вакцинацию, не зная о том, что они беременные, получили вакцинацию и, соответственно, за этими детьми отдельно следили. 14 лет, слава богу, наблюдений говорит о том, что вакцинация против этого вируса абсолютно безопасна для здоровья детей, поэтому даже эта вакцина имеет, например, категорию B. То есть можно делать в случае чего и в беременность тоже. Для новых вакцин мы должны накопить эти данные. Никаких теоретических предпосылок к тому, чтобы говорить об их возможном тератогенном воздействии у нас нет, но, тем не менее, для объективности мы должны прожить это время, накопить эти данные, проанализировать их и с уверенностью сказать гражданам, пожалуйста, имейте в виду, современные научные данные свидетельствуют о том, что, ну и дальше перечислить. Пока эта ненакопленная информация предлагает вот так более осторожно относиться к этому процессу. Вопрос от фонда «Общественное мнение. Нужно ли перед прививкой сдавать тест на антитела? Ведь человек может переболеть бессимптомно и не знать об этом». Это, кстати, одна из самых обсуждаемых тем. «Я переболел, не переболел, надо или не надо?» Вы знаете, можно я отвечу, потом дополнят коллеги. Конечно, здесь вот данные источники литературы, что пишут? Англичане, по-моему, писали, что была взята группа пациентов, которые имеют низкий уровень антитела, то есть бессимптомно болели, вот не знали и проводили вакцинацию. Вторая группа, которые уже имели антитела и тоже проводили вакцинацию. Что показывает? Те, которые не искитили тарантил, они росли в дальнейшем, после завершения, как у того, который был стерильный. Тот, который имел высокий уровень относительно перед вакцинацией, вакцинация не подавляла иммунитет, а продолжала расти еще больше. Вот что идет. То есть сказать, что вакцинация будет подавлять иммунитет, это нет, наоборот, она стимулирует. Почему? Потому что то, что болел человек, остается какой-то память, и когда будешь антиген дополнительный, он быстро растет. То есть вакцинация не вызывает как болезнь у того, который переболел, или обострение. Поэтому, конечно, здесь никто не рекомендует, чтобы делать вот этот анализ. Но если человек сомневается, а когда человек сомневается, всегда может быть что-то не так, скажет, ах, вы мне рекомендовали. Если человек никогда не болел, ничего не боится, конечно, не нужно какие-то тетрантил определить. Потому что и возник на новую вакцину они не рекомендуют. Сначала делать тетрантил, а потом проводят вакцинацию. Как на вирус папиллом у человека. Есть вирус, нет вирус, ты должен проводить исследование. Не делается такое, понимаете? Делается для того, чтобы выяснить статус пациента, статус пациента вообще. А дальше вот решить вопрос, сделать сегодня вакцинацию или будет через неделю, через месяц, через два. Михаил Петрович, вот очень часто возникает такая клиническая ситуация, у пациента была бессимптомная форма, положительная РНК, все было подтверждено. Вот три пилота, о которых я говорил, Роспотребнадзора, в 26 регионах Российской Федерации, в три этапа показали, что, к сожалению, у 18% лиц с подтвержденной бессимптомной коронавирусной инфекцией антитела не вырабатываются. В этой ситуации как раз и очень важно. Дело в том, что как раз я сегодня рецензировал эту статью, как раз по уровню формирования антитела, и те, которые болели, нет. Действительно, это есть, потому что мы ищем, не то, что еще мы знаем, мы ищем антитела. Антитела, да, являются приоритетом, потому что... Но есть другие механизмы, которые мы не знаем. Не знаем, понимаете? Особенно клетчий механизм, это изучается в последние 5-10 лет, которые показывают, что даже если антитела нету, у тебя защита может быть от этой инфекции. Другой никто не знает, сколько сохраняется. Поэтому я согласен, что да, не всегда болеешь бессимптомно, будет антитела. А есть еще один аргумент? А, Татьяна, Татьяна. У нас же есть инфекция после... Постинфекционный иммунитет, после которых стойкий и нестойкий. То есть можно переболеть корью в раннем детстве и на всю жизнь быть защищен, потому что постинфекционный иммунитет очень высокий. А переболев коклюшем, можно еще раз несколько раз им переболеть, потому что постинфекционный иммунитет очень нестойкий. Поэтому даже для тех, кто переболел коклюшем, что предлагается? Вакцинация. Потому что поствакцинальный иммунитет намного лучшую защиту дает, чем постинфекционный. Про новый коронавирус немного известно, но точно известно, что антительный ответ сохраняется недолго. Об этом говорили с весны прошлого года. У тех, кто переболел, как я, например, в самом начале пандемии, достаточно быстро шло угасание иммунного ответа. Поэтому, соответственно, выводы однозначные. То, о чем сказали Михаил Петрович и Александр Васильевич. Как известно, выбор развращает. Коллеги, я хочу задать вопрос, я не очень вас задерживаю, потому что вопросов много у меня в том числе. Дадите еще 10 минут. И я хотел бы задать вопрос коллегам в регионах. Как известно, выбор развращает. Насколько в регионах осведомлены о существовании разных вакцин, в том числе и российского производства, насколько это влияет на процесс вакцинации? Ну, то есть, мы понимаем, что вот есть спутник ВИП, появился пивак корона, мы ждем вакцину Чумакова. Каждый выбирает по себе, каждый говорит, я буду ждать такую вакцину, я буду ждать такую вакцину. Или вот в регионах есть то, что есть, и я не буду дожидаться другого. Я все-таки хотел бы вас поправить. Выбирать должен доктор. Вот разнообразие вакцин позволяет доктора, оценивая преимущества, и состав вакцины. Поэтому не пациент должен выбирать вакцину, он должен быть внутренне согласным на вакцинацию, а доктор ему предложит тот препарат, который наиболее эффективен в его конкретном случае. Ну, я же как пациент, хорошо, даже не пациент, а как обыватель могу сказать, я хочу вот это. Я очень часто слышал, я не буду делать российский корону, я буду делать Pfizer, когда он появится на российском рынке. Это тоже позиция, которая тоже влияет на вакцинацию. Но давайте слово все-таки коллегам в регионах дадим, потому что мы оставили их немного в стороне, что несправедливо. Аркадий Михайлович. Да, коллеги, ну вот, если начну, как говорится, с последнего вопроса, не встречал пока ни одного человека из своей практики врачебной, которую бы сравнивал, будут прививаться импортные, а не российские. Такого, к счастью, не слышал. Да, бытует мнение, люди любят, читают, будут прививаться, может быть той, а может быть той, но отрадно то, что все эти пациенты, наши жители, всегда задают вопрос врачу, а какой лучше? И вот как раз в этом случае врач как раз и помогает им выбрать, в зависимости от ситуации. Но таких категорических мнений, что буду прививаться только это или буду ждать ее, этого нет. Игорь Михайлович, Вы нас слышите? Да, мы Вас слышим. Что касается нашего региона, то у нас уже на сегодняшний день прививку получило почти 14,5 тысяч человек. У нас пока только поступила одна вакцина, это вакцина «Спутник Ви». Вакцину «Вектор» мы ждем, она должна поступить в ближайшие два месяца. На сегодняшний день запись идет не по приоритету вакцинации, а вообще в принципе о том, кто желает вакцинироваться. На сегодняшний день в листе ожиданий находится около 40 тысяч человек, конкретно 36 с небольшим тысяч. Запись на вакцинацию идет по различным направлениям. Открыты записи на портале госуслуг, через электронную запись, непосредственно при очном общении и обращении пациента непосредственно к врачу поликлиники. Я хотел бы чуть-чуть вернуться к вопросу, на который достаточно хорошо ответили все коллеги, относительно мифа о безопасности вакцины. Вы знаете, я хочу опять напомнить и призвать всех, чтобы росло доверие к нашей системе, к фармацевтическому рынку, нужно развивать культуру в том так называемом фармаконадзоре. То есть систему сообщения о побочных действиях, лекарственных препаратов, вакцин, как самими медицинскими работниками, так и пациентами. И при этом нужно делать так, чтобы это не оборачивалось возрастающим временем различного рода инспекций, проверок, отчетов непосредственно медицинской аптечной организации. Попытаться именно вовлечь в эту систему абсолютно всех участников фармрынка, формировать и развивать сознательность как медицинских и фармацевтических работников, так и пациенты в плане рациональной безнапасности фармакотерапии и иммунопрофилактики. И здесь, конечно, ведущая роль принадлежит формирование общественному мнению, опять, как уже мы с вами все говорили, популяризации просветительской работы. И это, конечно, должно взять на себя, возглавлять государственные институты. Потому что размещая какие-то агитационные плакаты, схемы или ролики непосредственно в сети интернет, они могут быть не встречены публикой, а они должны появляться именно на тех федеральных каналах точно так же, как происходит популяризация, например, процессов выборов в Государственную Думу президента, процессов переписи населения. Об этом все же знают, но, тем не менее, на федеральных каналах всегда идет эта информация для того, чтобы каждый житель страны знал и ему доступно и популярно объяснили и развивали в том числе все мифы, о которых мы с вами сейчас здесь обсуждаем. Я, можно, Петр, еще вот такое отступление сделала, поскольку приходилось работать не только у нас в стране или в европейских странах, но и в азиатских и в африканских. Вот что говорит в странах с развивающимися экономиками о том, что ты подъезжаешь к больнице. Огромное количество аптек, куда люди приходят, ходят как в супермаркете, смотрят по полкам и выбирают лекарства, потому какая коробочка нравится, какой цвет больше импонирует. У людей нет знаний, чтобы правильно выбрать лекарства, поэтому они поступают таким образом. Это неправильный подход. Я поддерживаю Александра Васильевича о том, что вакцину должен выбирать не пациент, а должен выбирать доктор. Доктор может объяснить, почему в этой ситуации преимущественно на стороне такого-то препарата или такого-то. И вопрос не в том, кто производитель, а в том, что из себя представляет данный вакцинный препарат, данный иммунобиологический препарат. Отрадно, что в последнее время в аптеках перестали давать лекарства без рецепта. Хотя намного раньше было принято решение, но в жизнь оно было притворено совсем недавно. Мы захлебываемся от антибиотикорезистентности, от устойчивости современных патогенов к антибиотикам. То же самое должно быть распространено на все остальные лекарственные препараты. Не может пациент выбирать препарат. Это должен сделать доктор. Доктор должен назначить, пациент должен следовать рекомендациям. Кстати, невыполнение медицинских назначений в отношении детей современным международным законодательством приравнивается к насилию над ребенком, когда ребенок, например, не получает того лечения, которое ему прописано доктором. Взрослые очень любят обсуждать свое здоровье, то, как они выбирают для себя лекарства. Это понятно, но очень ответственно надо подходить к этому вопросу всем, и медицинским работникам, и самим гражданам. Я хочу сказать, что действительно то, что мы говорим, это вопрос доверия. И диалог пациента и врача как раз является тем результатом, когда сомневающийся после беседы с доктором пойдет и провакцинируется. Это очень важный момент. Поэтому полностью согласна с Михаилом Петровичем. Если есть желание иметь на руках анализ в процессе диалога, в процессе оформления информированного согласия, можно действительно сделать такой анализ, и это будет только положительным моментом. И для укрепления уверенности, что ты получил защитные антитела в той лаборатории, которой ты доверяешь, ты можешь проконтролировать это. Это доверие. Я добавлю, все вакцины хороши, выбирай на вкус. Это потому, что плохая не выходит. Дальше. Ни одна вакцина, то есть ни один, ни одно государство не делает исследование взять российские три вакцины, американские две, одну английскую с немецкой исследовать. Нет такой. Когда, может, пойдет 2, 3, 4 года, будет такой исследователь. А сейчас каждый производитель хвалит свою вакцину. Это естественно. Понимаете? Естественно. Так и должно быть. Врач, уже зная ее строение, знание из литературы, из учебника и так далее, что появится, может выбирать. Вот я считаю, что лучше для вашей это. Это его личный опыт, это его знание. И ответственность. Доктор отвечает за свою И, конечно, потому что всегда понимаете, что есть самое главное, что все-таки за процедуру, которую делает врач, он отвечает, не производитель. Производитель будет потом другие давать, а он отвечает. Поэтому, когда врач сомневается, он не будет делать. Правильно ли я понимаю, что вот мне, как обывателю, в хорошем смысле слова, обывателю, в общем, даже не надо задумываться о том, какую из трех вакцин, выходящих на российский рынок, делать? Правильно я понимаю? Абсолютно точно. Вы должны прийти в вакцинальный пункт, вас обследуют обязательно, даже осмотр перед вакцинацией, это обязательная процедура. Как, впрочем, после вакцины нахождение в медицинском учреждении тоже регламентировано. Не менее 30-40 минут вы обязаны после вакцины находиться в медицинском учреждении. С вами посоветуют, с вами предложат. Даже закон о иммунопрофилактике в нашей стране позволяет нам выбрать из того, что предложит доктор. Но предложение должен сделать доктор, оценивая ваши индивидуальные особенности. Да, и можно добавить, и еще самое главное, что особенно эти хроники, которые страдают длительно, конечно, если он сомневается, сначала он совет своим врачом. Врач, который не знает процесс вакцинации, это я обращаю меня на узкие специалисты, вы оцениваете состояние, статусы этого пациента. А как делать прививку? Какую прививку будет взять тот терапевт, который он уже знает? Понимаете? Наоборот, получается, это есть большой грех, когда уз специалист дает рекомендации по вакцинации. Он не знает процесс, проймите, они ас, профессионалы своей болезни. Главная цель оценить статус пациента, а терапевт будет выбирать или сегодня, или через неделю, через месяц, нужно еще какое-то исследование понятное. Вот это главное, потому что здесь должна быть такая ассоциация или приемство среди врачей. Потому что один говорит, хороший вакцин, другой плохая вакцина. Вы можете встречаться, допустим, между нами друг с другом, будем ругаться, какая лучше. А пациент не должен слышать слово, это плохая, это лучше. Понимаете? Это есть такая тоже культура, культура врачевания, этика, потому что должна быть всю жизнь такое. Никогда не надо говорить плохое врача, что тот сказал так и так. Хотите, общайтесь, беретесь, ругайтесь, что хотите, но это врач не должен быть, потому что складывается же мнение у врача, что это плохой врач пациента, а это хороший врач, потому что мне сказали, что нельзя. Это плохой, потому что рекомендую вакцинацию. Я позволю себе завершающий вопрос, тоже про мифы или реальность. И давайте я попрошу сначала ответить коллег из регионов. Накануне вечером Билл Гейт заявил, что через три года нас ждет пандемия, которая будет в десятки раз страшнее, чем нынешняя. Аркадий Михайлович, с вашей точки зрения регионального практикующего врача, это миф или реальность? Знаете, это и миф, и реальность. Что нас ждет завтра, покажет, когда наступит завтра. Но мы живем в объективной реальности, и, конечно, безусловно, будут появляться новые инфекционные болезни, новые, не дай бог, пандемии, но мы должны сегодня и сейчас думать о наших близких, о наших гражданах. И делать, безусловно, все для того, чтобы они оставались здоровыми и трудоспособными. А наступит завтра, мы об этом подумаем. Игорь Михайлович. Знаете, я вот единственное, что могу привести цитату, к сожалению, не помню автора, вот практически то же самое, что и сказал. Аркадий Михайлович, все в этом мире может быть, что только может быть, и быть того не может, чего не может быть. Но вот мы будем, конечно, стараться готовиться к различного рода событиям и постараться защитить наше население от возникающих каких-то угроз. Самый большой биотеррорист на планете Земля это природа, которая нам постоянно готовит подарки. А задача человечества быть готовым к этим неприятным подаркам. То есть биобезопасность государства должна постоянно укрепляться. Я действительно хочу поддержать Александра Васильевича, сказать о том, что прежде в государстве должна быть создана система, которая должна быть готова. И буквально две недели назад в Российской Федерации принят закон о биологической безопасности. И те изменения, которые происходят и уже произошли в системе санитарно-эпидемиологического благополучия на основании того опыта, который сейчас приобрели, они, конечно, очень важны. И каждый такой момент он позволяет укрепить эту систему. И вот именно это задача всех ветвей власти и общества в целом. С одной стороны, очевидно, что мы столкнемся с некими новыми инфекционными вызовами, потому что люди стали спокойно перемещаться по планете. Разве можно было представить 20 лет назад, что ты можешь взять билет на самолет и полететь на Занзибар или на Мальдивы. Это было что-то такое из серии нереального. А сегодня человечество путешествует, путешествует активно, природа изменилась, потепление, значит, появляются те инфекции, о которых мы может быть сегодня даже не догадываемся, они разносятся широко по всей планете. Но ведь что нам лучше всего показала пандемия новой коронавирусной инфекции? В общем-то, те, кто следят за здоровьем, они переносят все лучшее. Но болеют больше, скажем, люди толстые, чем худые. То есть, значит, все-таки здоровый образ жизни правильно отражается на этом процессе. Скажем, с диабетом чаще умирать, чем без диабета. Ну, то есть, понятно, что лучше быть здоровым, как говорится, и встретив новый инфекционный агент, иметь лучший шанс выжить, чем, соответственно, больным. Поэтому вопрос о том, как правильно и что считать здоровым образом жизни, как программировать здоровье и как жить, то есть, соблюдать тот образ жизни, который позволит тебе сохранить здоровье до глубокой старости, это действительно не философский вопрос, а это вопрос для каждого, как выжить ему в изменяющихся условиях современного мира. Поэтому, если все будут одинаково правильно понимать, что здоровое питание, здоровый сон, а также вакцинация являются непременными атрибутами здорового образа жизни, ничуть не менее важными, чем физическая активность и так далее, только тогда у человечества появляется хороший шанс пережить и следующую, и еще одну, и еще одну пандемию, которые неминуемо будут с определенной периодичностью землю накрывать. Ну и я, мое мнение, что, конечно, мы живем сегодняшним днем, поэтому, особенно для врача, мы всегда врач действует по обстановке, поэтому мы сегодня должны делать все возможное для того, чтобы тормозить процесс, а для того, чтобы не лечить, заниматься профилактикой, вот самое главное, самое дешевое, что есть на планете, поэтому профилактика от знаний врача очень много зависит, потому что знаешь профилактику грамотно, значит, будет жить твой пациент, не знаешь, будешь лечить, а исход никто не знает, какой будет, поэтому это, я бы завершаю свое, что надо думать и грамотно использовать, что есть на свете, на планете, какие профилактические мероприятия, которые из них самоведущие являются как вакцинация. Спасибо вам большое, наша пресс-конференция подошла к концу, простите, что отняла у вас очень много времени, хотя вопросов осталось очень много. Спасибо большое.